Глава девятнадцатая Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. И воины, сплетши венец и стерна, возложили Ему на голову и одели его в багреницу. И говорили:"Радуйся, царь Иудейский!" И били его паланитом. Пилат опять вышел и сказал им:"Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины". Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багренице. И сказал им Пилат:"Се человек!" Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали:"Распни! Распни Его!" Пилат говорит им:"Возьмите Его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины". Иудеи отвечали Ему:"Мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим". Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в приторию и сказал Иисусу:"Откуда ты?" Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорил ему:"Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя?" Иисус отвечал:"Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему боли и греха на том, кто предал меня тебе". С этого времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали:"Если отпустишь Его, ты не друг Кесарю, всякий, делающий себя царем, противник Кесарю". Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифастротон , а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхой, и час шестой. И сказал Пилат Иудеям:"Се царь ваш". Но они закричали:"Возьми, возьми, распни Его". Пилат говорит им:"Царя ли вашего распну?" Первосвященники отвечали:"Нет у нас царя, кроме Кесаря". Тогда, наконец, Он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса". Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было:"Иисус Назарей, царь Иудейский". Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату:"Не пиши, царь Иудейский, но что он говорил, я царь Иудейский". Пилат отвечал:"Что я написал, то написал". Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху. И так сказали друг другу:"Не станем раздирать Его, а бросим о нем жребий, чей будет. Да сбудется реченное в Писании:"Разделили ризы Мои между собою, и об одежде Моей бросали жребий". Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей:"Жена, се, сын Твой". Потом говорит ученику:"Се, Матерь Твоя". И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит:"Жажду". Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоб, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал:"Совершилось". И, преклонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И, видевший, засвидетельствовал, и истина свидетельства его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его, да не сокрушится. Так же и в другом месте Писание говорит, возряд на того, которого пронзили. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко. Глава двадцатая В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, унесли Господа из гроба, не знаем, где положили его. Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый, и, наклонившись, увидел лежащие пелины, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Равуни», что значит «Учитель». Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу Моему, а иди к братьям Моим и скажи им, восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус. И стал посреди и говорит им, «Мир вам». Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа, и Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого». Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. В Амаже один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали Ему, «Мы видели Господа». Но Он сказал им, «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста Моего в раны от гвоздей, и не вложу руки Моей в ребра Его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики Его и Фома с ними. Пришел Иисус. Когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои. Подай руку твою и вложи в ребра Мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал Ему в ответ, «Господь Мой и Бог Мой». Иисус говорит Ему, «Ты поверил потому, что увидел Меня, блаженны, не видевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Глава двадцать первая После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Говорят ему, «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему, «Нет». Он же сказал им, «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо Он был наг и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодки, ибо недалеко были от земли локтей около двухсот, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им, «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить Его, «Кто ты, зная, что это Господь?» Иисус приходит, берет хлеб и дает им, так же и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Истина, истина говорю тебе, когда ты был молод, и «Паси овец моих». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Истина, истина говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему, «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, «Господи, кто предаст Тебя?» Его, увидев Петр, говорит Иисусу, «Господи, а он что?» Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, то что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. «Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истина свидетельства его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. 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 Продолжение следует...